В этом выпуске обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, Банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. В центре внимания рынка на вечерних торгах остаются публикации в США и Канаде октябрьских индексов деловой активности для производственной сферы. Кроме того, в США будет опубликован индекс менеджеров по закупкам в производстве от АСМ. Среди других новостей Европейский центральный банк объявит еженедельный объем покупок ценных бумаг, а в США и во Франции пройдут сегодня аукционы по продаже 3, 6 и 12-месячных облигаций государственного долга. Валютная пара евро-доллар, немного расширив волатильность в сформировавшемся на азиатских торгах коридоре 1,1010-1,1050, пробила его нижнюю границу и закрыла сформированный на открытии торгов ГЭП, достигнув отметки 1,0998. Отсутствие реакции рынка на опубликованный в 11.55 по московскому времени индекс деловой активности в производственном секторе Германии говорит о том, что на данный момент движения на рынке подчинены спекулятивным и техническим факторам. Это, в свою очередь, дает нам возможность уверенно открывать позиции на покупку единой валюты от уровня 1,10 с целью на сессионном максимуме 1,1050. Британский фунт отреагировал активным ростом на повышение индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании на 7%, в очередной раз протестировав так и непреодоленный в течение октября уровень сопротивления 1,55. В данный момент курс откорректировался к значению 1,5470 и, вероятно, останется в районе этого уровня до открытия торгов на западном берегу Атлантики. Дальнейшее движение будет зависеть от успешности или безуспешности движения выше отметки 1,55, так как имеющийся потенциал роста курса валюты Соединенного Королевства находится на уровне сопротивления 1,5650. В том случае, если текущее значение будет расценено как выгодное для продажи, ориентиром для возможного снижения станет уровень поддержки 1,5410. Золото прогнозируемо продолжило нисходящий тренд, завершив коррекцию на значении 1,142 доллара. Дальнейшей целью снижения является уровень поддержки на минимальном значении 30 октября 1,134 доллара. При достижении этой отметки весьма вероятна коррекция до отметки 1,138 долларов, после которой курс продолжит снижение с целью на уровне поддержки 1,124 доллара за тройскую унцию. Как и прогнозировалось ранее, стоимость унции серебра продолжает снижение и дает основания говорить о формировании краткосрочного нисходящего тренда. Целью снижения по-прежнему является уровень поддержки 15 долларов 20 центов, от которого возможна коррекция. Уровни сопротивления находятся на отметках 15 долларов 55 центов и 15 долларов 80 центов за унцию. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на ютубе. Подпишись и будь в курсе. Максимаркетс – международный брокер, предоставляющий инновационные сервисы для работы на финансовых рынках. Более 100 финансовых инструментов, включая валюту, фондовые индексы, драгоценные металлы, сырьевые товары и энергоносители, а также ликвидность для банков и хедж-фондов и white-label для банков. Максимаркетс – финансовый брокер, входящий в ассоциацию российских банков и в ассоциацию…